Новое видео выходит каждый день в 20.00. Я не знаю, когда я выпущу данный ролик, и выпущу ли я его вообще, но высказаться по данному поводу, я думаю, я обязан. А знаете ли вы, что разработчик, основатель и создатель сампа это калькор? Ну, скорее всего, знаете, если вы играете в данный мультиплеер хотя бы день. Потому что проиграть в GTA Самп день и не узнать, кто разработчик сампа, в принципе, невозможно. Когда ты играешь в Самп, ты хочешь узнать о нем максимально возможную информацию, добываешь ее из разных источников, в том числе и про того, кто же все-таки разработал GTA Самп. Однако то, что происходит в последнее время... В общем, давайте я сделаю отдельный ролик на данную тему на втором канале и выпущу в скором времени. Давайте сделаем лучше вот так, чем сейчас сидеть, вот перемывать кости калкуру и так далее. Хронометраж, я думаю, и так будет. Немаленький для меня две минуты, это уже немаленький хронометраж с моими последними роликами. Так точно. Ну, отрицать того факта, что 19 февраля 2019 года мы могли уже констатировать смерть Сампа невозможно. Все дело в том, что такой клиент, как Multitelf Auto или MTA или MTA, ну, называйте как хотите, дело в том, что Multitelf Auto и San Andreas Multiplayer сравнялись по онлайну. Вы представляете вот эту многолетнюю войну между Multitelf Auto и Самп? Игроки Сампа говорили, ой, да у вас надо скачивать терабайты всяких разных файлов. А разработчики MTA говорили, а у нас зато читеров нету, как вам такое? А? 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 И дело в том, что лично я являюсь Сампером. Именно игроком Сампа. Если уж выбирать между пиками точенными и хуями траченными, то я выберу, разумеется, Самп, нежели хуи траченые. Но, понимаете, то, что происходит вот в последнее время, это, блядь, просто невозможно. Клиент, блядь, Multitelf Auto, который долгое время сосал, он, наконец-то, смог сравняться по онлайну. А если он смог сравняться по онлайну, то и обогнать ему не составит большого труда. Вы представьте, что если, мало ли, GTA Самп сервера перестанут так активно закупать рекламу, мало ли им перестанут так активно донатить, да все, блядь, онлайн скатится нахуй. Последний онлайн, который есть в GTA San Andreas Multiplayer, он держится исключительно на ютуберах, на рекламе ютуберов, понимаете? Не станет ютуберов, не станет Сампа абсолютно никак. Потому что все, блядь, то, что сейчас есть в GTA Сампе, весь онлайн, все сервера, это все заслуга ютуберов. Конечно же, не мразотных, конечно же, нормальных. Однако и мразотные ютуберы тоже внесли свою лепту, по типу того, что у них огромнейшая аудитория, и они точно так же приводят людей, как и маленькие, как и средние люди. Просто приводят в немного больших количествах, но они мразоты. Их, блядь, невозможно смотреть нормальному и адекватному человеку, но вот эти вот их кривляния и хуй пойми, какие, блядь, факты. Блядь, посмотри только, как они, блядь, на какие-то ролики в свою сторону отвечают, это, блядь, просто невозможно. Нахуй, модераторы забаньте фаталити одним словом, что уж тут можно сказать. Но, блядь, вот этот вот факт, что МТА, блядь, уже начинает догонять по онлайне, а есть же еще всякие сервера по типу, вот я не помню, как называется, по-моему, МТА провинция, это же не учитывается в онлайн МТА. Это там еще игры, РП Бокс, блядь, Некст Ролли Плей, это же там все вот эти вот сервера еще есть. Они же по-любому не учитываются. Они используют опенсорсы МТА, но при этом это же не на базе МТА, ну, это на базе МТА сделано, но при этом они же не входят в общий мониторинг. Поэтому я думаю, если учесть вот эти вот все провинции, Некст РП, Боксы и прочие сервера, у которых свой клиент, я думаю, что МТА уже по онлайну превзошел самп. И мне бы крайне этого не хотелось, так как самп, это пусть не до конца совершенная игра, пусть какая-то она вот такая, но она ламповая, вы понимаете? То есть ты заходишь в МТА, там, блядь, ну, я не знаю, там нахуй все намешано, блядь, БПАН, заниженные машины, турбонитроускоритель, буты-буты-буты-бам-був-був, аа, нахуй, это чё такое? Это я вот не хочу так, я хочу лампово играть в самп на карте ГТА с Нандрески, я не хочу иметь, блядь, вот эти вот БПАН, заниженные машины, я как свои, я как слышу МТА, у меня сразу вот это БПАН, блядь, русский дрифт ДМ сервер, заходи нахуй. Ой, блядь, фу-фу нахуй, фу, блядь. Вот если бы все сервера в МТА были вот как та же провинция, как МТА, как, ой, как Некстерпэ, как РПБОКС, тогда да, тогда бы ещё, возможно, можно было бы посмотреть, что-то как Респлей тот же, я не знаю, жив ли сейчас Респлей или нет, но надеюсь, что жив, блядь. Это прям вот невозможно. Плюс ролеплей режим, так всеми любимый, хотя, как такового ролеплей режима в сампе, я считаю, нету, то есть, что я считаю за ролеплей режим? Это Аризона, ролеплей Даймонд, ролеплей Адванс, ролеплей и прочие сервера. И вот этих вот всех серверов для развлечения, их нету, понимаете, в МТА. И из-за этого МТА, это пока что фиг пойми, что там делать в этом МТА. Это как раньше, вот в году, так в 2009, самп рассматривали со стороны только там, я не знаю, дрифт серверов и не более того. Вот так же сейчас с МТА, только МТА уже дохренили от клеток, чтобы вы понимали, то есть, что появилось раньше, курица или яйцо, самп или МТА, МТА появилось раньше. При этом она только сейчас как-то догоняет сам по онлайн, потому что людям не нравится МТА, это объективно, понимаете? То есть, на самом деле, вот, я не хочу подолгу качать вот эти вот все штуки. То есть, в МТА можно реализовать PUBG, в МТА, я думаю, можно реализовать Fortnite, еще какие-то сервера, пусть там это будет. Но, блять, когда МТА сервера начинают лезть, блять, в какой-то ролеплей, в какой-то что-то наподобие того, да, пусть будут две разные платформы в Сампе, это ты можешь, как бы, поиграть в GTA San Andreas со своими друзьями, МТА это какие-то просто, вот, я не знаю, развлечения по типу Rocket League на движке GTA San Andreas, или там PUBG на движке GTA San Andreas и так далее. Но, как бы, МТА превращается, вот, там, в Радмир, вот, эти РП в МТА и так далее. Вот мне это прям вообще не нравится, и лучше бы, я, вот, останусь в Сампе, пусть там будет мало онлайна, пусть там будет все такое, но я останусь в Сампе, блять. МТА, это на данный момент, прям, я не знаю, что там делать, я просто не представляю. То есть, я заходил на тот же респлей поиграть, мне абсолютно не понравилось, чтобы вы понимали. И я не знаю, как там играют люди, я не знаю, что они там делают, как их вообще удерживают на данном сервере, возможно, силой, возможно, им какие-то деньги платят за то, что они там играют, я просто не знаю, в самом деле. Ну, вот, действительно, кто вообще, вот, играет в МТА, вот, вы можете, вот, если вы играете, вот, в данный момент МТА, то есть, у вас есть выбор, либо Самп, либо МТА, либо Пикета, чё, либо Хуидра, чё, ну, вот, вы скажите, вы что выберете? Я вот просто не знаю, во что вы сейчас, в данный момент, играете? Просто, лично я играю в Самп, я альтернатив на данный момент не вижу. Всем спасибо за просмотр данного видеоролика, всем пока!